Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя мама потеряла свою маму в 21 год. Выйдя замуж, была под третингом с микроби, которая ее во всем обрекала, но при этом старалась изо всех сил, чтобы у нас с братом было все, лучшая одежда и еда образовалась. По итогу брат, 38 лет, не работает, требует деньги и требует купить ему отдельное жилье за счет наличия доли в общей квартире и совершенно спокойно считает дни до пенсии мамы, при этом не пьет и не курит. Папа болеет с сахарным диабетом, постоянно требует седу и орет на маму по каждому поводу, без повода требует собаку, станок и вообще все, что видит. Я 31 год, постоянно работаю, не имею семьи и до последнего вообще была в состоянии отсутствия отношений. Брату по итогу прекратили давать деньги за его проступки, потому что сын недавно, потому что он недавно уехал в другой город. Или просто он недавно уехал в другой город, не очень понятно. Я почти всю свою жизнь нахожусь в состоянии конфликтов мамы и папы. Испытываю тотальный контроль над всем. Решили разъехаться, но не получилось, были не готовы, пришел финансовый кризис, решили отложить. В итоге ситуация такова, что моя любимая мама, тянувшая на себе всех, которую я всю жизнь поддерживала, поддерживала, просто не выдерживала все этого, достали мы ее, правда, кричит, плачет, истерит все это на протяжении 5 лет. Я понимаю, что должна двигаться дальше, быть внеозвленной родителем, но, увы, я просто не могу уехать, я очень люблю ее, но и находиться в состоянии криков и истерик очень тяжело. Я не понимаю, как помочь себе, как выйти из ситуации, хочу самой обратиться к специалисту, чтобы не упустить себя, но и маму оставить не могу. Она сильная, но нам очень тяжело. Первое, и, пожалуй, самое главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание заключается в том, что поскольку вам 31 год, это возраст, когда человек достаточно сформировался. Я бы так сказал. То есть 31 год, это год достаточной сформированности. Ну, сформированности своей позиции, мировоззрения, взглядов и так далее. То, что вы хотите, хотите вы жить своей жизнью, и то, что вы называете любовью к своей маме, является на самом деле страхом не справиться самой. Страхом, по-видимому, остаться одной. Вот. И вот это чувство является является тем, что вы называете любовью к своей маме. К сожалению. первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Второе, на что я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в наличии у вас в зависимости наличии у вас эмоциональной зависимости от от своих, судя по всему, родителей. Вот, хотя, я, я, там, не понял, там была фигровь, вот, бабочка ваша, тут как-то, вот, в этом смысле не совсем все понятно, но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее. Факт 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 эмоциональной зависимости и факт нахождения в деструктивной форме модели отношений, именуемой треугольником Карпмана, на лицо, на лицо. Вот. Дальше. Тотальный контроль во всем. И стремление, вот, кого-то извне. Да? А, дать вам, так вот, в скобочках, все самое лучшее, скорее всего, привело к формированию чувства вины у вас. А, вот, скорее всего, привело к отсутствию личных границ. И, к проблеме, в общем, в целом, самооценки. Вот. Эээ, а также формированию смысла жизни. Эээ, ну, в общем, как такой, эээ, я бы сказал, формы эээ, обслуживания эээ, ваших эээ, родителей. Эээ, вот. Пребывание в постоянной конфликтной среде и атмосфере между вами и ваших родителей вас травмировало через боль, через тревожность, через страх, вот, но самое главное это отсутствие позиционирования себя как отдельной единицы, отдельной личности. Вот. Я не очень понимаю, вы говорите, что вот не можете уехать, не можете отдать маму, я вот не очень понимаю, если вы, например, уедете, да, то переедете, условно говоря, будете жить отдельно, почему в современных, почему в современных условиях, да, в современных условиях, вы это воспринимаете как оставление мамы, да. Ещё хочется сказать, что налицо такое сценарное поведение, сценарная модель поведения, где женщина всё тащит на себе, а мужчин выбирает исключительно таких вот достаточно пассивных, интенсивных и так далее. Это совершенно не случайная история, совершенно не случайная история. Это связано с контролем, в первую очередь, то есть то, что я бы прямо, прямо бы назвал контролем, то есть мне нужен мужчина инфантил, мне нужен мужчина такой вот достаточно слабый, да, и чтобы я могла его контролировать. То есть понимаете, штука в чём, с одной стороны, я вроде бы всё на себе, я всё на себе тащу, да, с одной стороны, я всё на себе тащу, но с другой стороны, хоть я всё на себе тащу, я, тем не менее, скажем так, контролирую это. То есть хоть я всё на себе тащу, а всё я контролирую, ну вот, как бы, человека, да, я контролирую там, ну вот, мужчину, да, и так далее, вот. Хоть я всё на себе тащу. Собственно, на мой взгляд, это является одним из из основных критериев, ну вот почему я пытаюсь всё на себе тащить. то есть вот в какой-то степени это вот, что называется, такая тенденция. Когда страшно потерять контроль над ситуацией, когда страшно потерять контроль над, например, человеком. Да, то есть, вот, ну, в этом смысле как раз о чём идёт речь. И, в общем и целом, контроль здесь выступает чем-то вроде такой палочки-выручалочки, на которую вы опираетесь для того, чтобы не быть, скажем так, слабее, чем, вот, ну, как бы, вы боитесь быть, вот. Понимаете, да? О чём идёт речь? То есть, если я боюсь быть слабее, чем я на самом деле себя чувствую, если я боюсь как-то вот, ну, допустим, проявлять, к примеру, свою слабость, то, в общем и целом, это вот как раз таки приводит к такой истории, к сожалению. к такой истории, к такой ситуации. Ситуации, надо сказать, ну, вот, как вы понимаете, да, это довольно-таки неприятная ситуация. Вот. То есть, ну, естественно, естественно, естественным образом, да, вот. Ситуация-это. Э-э-э-э-ээ... Э-э-э-э-э-э-э-э... Неприятно, в любом случае. В-о-о-о-о-от. И в этом смысле вам необходимо, конечно же, э-э-э-э... На мой взгляд, вам необходимо учиться, ну вот, собственно говоря, быть слабым, то есть учиться, учиться вот именно тому, чтобы проявлять слабость, вот, учиться тому, чтобы выражать слабость, вот, не стыдиться среди ее, как это происходит, например, сейчас у вас. Какая-то здесь такая, получается, история с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. История непростая, на мой взгляд, совсем непростая. Ну, во многом, как раз, потому что сама вот такая система, да, сама модель, сама поведенческая модель является такой, вот, она, является, ну, достаточно деструктивной по сути своей. Вот. К сожалению, к большому, к моему. Ну, тем не менее, тем не менее, это можно скорректировать. Вот. Понимаешь себя? Какая штука. Какой аспект здесь, в этом смысле. Вам, вам, вам много, сочувствия вам много, эмпатии вам хочется пожелать, чтобы вы действительно вышли из этой ситуации, но я вот хотел бы, конечно, обратить внимание ваше на, в первую очередь, то, что довольно сильны будут механизмы психологических защит здесь. Понимаете, да, то есть вы будете сопротивляться, к сожалению, большому вы будете сопротивляться изменениям, которые, ну, в вашей жизни, вот, с вами, будут, ну, либо будут, либо могут происходить. Вот, это будет, эмм, вызывать у вас, эм, тревогу, это будет вызывать у вас, эм, такое вот, эм, раздражение, эм, вот, это будет вызывать у вас, эм, непринятие, может быть, эм, ну, и, э, эм, ряд, я бы сказал, неприятных ощущений еще, эм, ну, вот, в купе, вдобавок, к этому и так далее. Это все, конечно, неприятно, да, это все, конечно, вот, не очень хорошо, но, лучше, если, эм, ну, вот, вы, будете предупреждены об этом, эм, чтобы, вот, имели в виду, чтобы имели в виду, вот, что, эм, такое вот может произойти, эм, эм, к, ну, вот, к большому, эм, к сожалению. И, значит, ну, дальше бы решили, вот, как вам действовать, дальше бы решили, как, как вам, а, ну, поступать, эм, в этом, эм, в этом контексте. Эм, все корректируется, это корректируется тоже, а, единственное, что, э, что, э, выход из, э, вот, э, выход из, э, созависимых отношений, он, э, достаточно, э, я бы сказал, длителен, то есть, это не, э, быстрый процесс, э, вот, к большому сожалению, то есть, на него, вот, э, э, потребуется, э, э, какое-то время, вот, э, потребуется какое-то время, потребуется, э, это потребует каких-то усилий, э, от вас, вот, но зато вы, э, получите возможность, э, конечно, быть, быть, вот, э, свободным. Вот, ну, и на, э, вот, привязку, да, э, к вашим аниме, имеет смысл, конечно, обратить самое пристальное внимание, вот, э, на мой взгляд, по крайней мере, по моему мнению, по крайней мере, вот, имеет большое значение это сделать, вот, пока что, вот, э, все это выглядит, вот, как, а, знаете, такая, вот, э, ну, попытка, э, да, попытка, э, что-то, что-то изменить, да, попытка, вот, что-то менять, но, попытка пока, э, 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 достаточно, знаете, вот, э, робко, э, ну, то, что, э, для вас это уже, э, шаг, то есть для вас это уже, э, решение, э, это безусловно, э, вы молодец, э, вот, но, просто, вот, как вы, наверное, сами понимаете, вот, что, э, это, это запрос, э, запрос, э, на, э, дальнейшую, э, э, псих, психотерапию, э, психотерапию, вот, и, конечно, если вы будете, э, оставаться, э, вот, если вы, ну, ну, если вы, э, будете, э, продолжать оставаться, э, в отношениях, в этой среде, э, такой вот, э, ну, ну, достаточно, э, достаточно деструктивной среде, то, конечно же, э, я бы не сказал, что, э, что бы, что бы способно измениться, вот, к сожалению, то есть вот, вот, э, на данный момент, это, это выглядит, таким образом, неприятно, то есть, э, может быть, даже, в какой-то степени, радикально и жестко, но, вот, менять нужно, э, вашу модель поведения, совершенно, точно. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен, э, э, буду благодарен, э, за. Э, э, обратную связь, э, по моему ответу, это, позволит вам начать над собой работу, хочется, как-то сказать, что, э, самостоятельно, вот, своими силами, да, вы, э, э, из этой ситуации выйти не сможете, вот, вы говорите, что хочу сама обратиться к специалисту, да, чтобы себя не упустить, а, вот, что же вас, собственно говоря, на данный момент останавливает, вот, на мой взгляд, вас может останавливаться, э, только одно, это, э, э, страх, э, страх, э, страх, э, страх, э, что-то меняет, вот, ну, опять же, это, то, как, как, как мне видится, этот аспект, опять же, я могу тут ошибаться, могу чего-то не видеть, вот, то есть, если до сих пор, вы, по большому счету, э, э, не брали на себя, э, личной ответственности за, э, свои действия, вот, вы не брали, э, вы не отвечали за себя, а отвечали все время за других, вот, то сейчас вам, э, предстоит учиться брать на себя ответственность, тем более, что вы в отношениях, и тем более, что, э, есть, вот, все основанные полагатели, например, что, э, э, ну, что вы построите, вот, точно, э, э, такие же, э, отношения, э, э, со своим мужчиной, э, что и ваша, э, мама, э, выстроила, э, э, с вашей бабой, вот, потому что вы уже говорите, что, э, 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 ну, вот, как там, э, тянется вот все на себе, да, и так далее, и так далее, это все, э, неприятный момент, но, э, это правда, вот, поэтому, да, вот, э, э, чтобы, э, вам помочь, э, необходимо с вами непосредственно работать, вот, выбирайте себе психолога на, э, ну, вот, на нашу, на нашу, э, сайт, вот, выбирайте себе, э, психолог, э, э, по вашему, ну, по вашему мнению, э, вам подойдет, да, выбирайте себе, э, специалисты, который, вас бы устроил, э, э, и начинайте, э, э, в общем и целом, э, э, двигаться в направ, в направлении, э, того, чтобы что-то в своей жизни менять. Удачи вам! Обращайтесь! Удачи! 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 Удачи!